ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Находясь рядом с камином, понимаешь, что огонь – это здорово, это счастье, это радость. А вот неосторожное обращение с огнём приводит к последствиям ужасным, как, например, пожар, который случился в доме, где проживала шведская делегация в Рупольдинге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я нахожусь на балконе того самого дома, в котором проживали шведские тренеры, ну, точнее, не дома, а уцелевшей его части. Если сбоку посмотреть на пепелище, то выясняется, что выгорела достаточно значительная часть постройки. Посмотрите, от крыши справа до крыши слева дома, который, ну, здесь был, теперь его нет. То есть, понятно, когда пламя подобралось к той части, которая слева, видимо, с огнём уже удалось справиться. Сейчас здесь продолжается разбор завалов, очень много людей здесь трудится. Ну, а вот то, где я сейчас стою, собственно, этот балкон – это кирпичная часть постройки. Здесь, мы видим, всё уцелело, внутри даже мебель не пострадала, ну, полопались стёкла от высокой температуры. На время того, как пламя здесь полыхало, присутствовало человек 400. Около 20 из них, конечно, занимались тем, что снимали всё это на мобильные телефоны, ну, а остальные помогали. Да-да, мы очевидцы. Значит, было три автомобиля скорой помощи, пожарные машины тоже три. А что случилось, мы точно не знаем. А вы не в курсе, насколько значительный материальный урон был нанесён при пожаре? Практически всё, что здесь было нажито непосильным трудом, всё ведь погибло. И, кстати, пока всё это горело, человек 20 снимало пожар на мобильные телефоны. Но потушили всё быстро. Сейчас тоже здесь, мы видим, много народу трудится, они разбирают завалы, готовятся, наверное, к реконструкции этого здания. Но зевак тоже хватает, среди которых и известные спортсмены попадаются. Вот мы видим Эмиль Хеглисвенс на Итарии Бео, выбежали на пробежку, ну, и направились специально сюда, чтобы посмотреть, что же здесь сейчас происходит. Если же говорить об ущербе от пожара, то все ценные вещи удалось спасти. И работе тренера в сборной Швеции здесь ничего не помешает, всё необходимое у них есть. Ну и для нас, конечно же, самое главное, что никто не пострадал. Субтитры создавал DimaTorzok